Вы смотрите программу «Губерния» и вот главная тема выпуска. Более 360 миллионов рублей получила в этом году область на развитие сельских территорий. На эти деньги, в частности, отремонтированы два участка дорог Гаврилово-Пасадском районе. Из села Непотягово наш репортаж. Открыли техническое движение по путепроводу в Месечке-Горино. Как вы можете видеть, оно осуществляется в две полосы. В данный момент объект готов на 92%. В области собрали на 40% больше зерна, чем в прошлом году. Так почему на сельхозпредприятиях высоким урожаем гордятся, но не радуются ему? Расскажем об обратной стороне рекорда. Здесь ничего реализованного нет, потому что от перевозчиков требуется только соблюдение федерального регионального законодательства. Ужесточение требований обусловлено жалобами на работу пассажирского транспорта. Подробности в сюжете. Не меньше 200 детей в год принимает областная детская клиника с ожогами. Еще руку проливаю тоже горячим чаем. И мне было очень больно. Мы расскажем, как в ожоговом отделении борются за жизни детей с тяжелыми термическими травмами. На улице Иваново на борьбу с сугробами вышли мотоблоки. За час мобильная техника может расчистить до полутора тысяч квадратных метров снега. А также не пропустите. МЧС спешит на помощь. Перевертыши на обледенелых дорогах. Как вытаскивали из кювета. Слон покоряет умы. Ивановские научные поп-стендапы презентовали на Конгрессе. За издевательство над детдомовцами через пять лет после совершения уголовного дела дошло до суда. Об этом и не только совсем скоро. Прямо сейчас об этих и других событиях подробнее в прямом эфире. Алина Марычева. Здравствуйте. И вновь начинаем с трагической новости. Еще трое жителей Ивановской области погибли в специальной военной операции. Командир транспортного отделения Евгений Александрович Кабишев, старший стрелок Камиль Ринатович Абубакиров, гранатометчик Владимир Вячеславович Рыбаков служили в войсковых частях других регионов. В ходе исполнения воинского долга проявили мужество, героизм и самоотверженность. Губернатор выразил соболезнования родным и близким героев и распорядился оказать всю необходимую помощь. И к другим темам. Открыли техническое движение по путепроводу рядом с местечком Горина. В данный момент объект почти готов. Подрядчик занесла работами на подходах к переправе. Движение осуществляется в две полосы. Подробности расскажет Марина Зенина. Дорога из Иваново в Кинишму. Пробки у переезда в местечке Горина возникают регулярно. Ежедневно здесь проезжают до 14 тысяч машин. По ЖД путям до 44 составов в сутки. Даже мелкие аварии на участке способны парализовать этот въезд в город. Областные чиновники давно искали способы решения проблемы. Реализовывать проект начали в конце 2021 года. Основные строительные работы пришлись на весну 2022. Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства, в данный момент объект готов на 92%. Все конструктивные элементы путепровода сделаны. Подрядчик шел в графике. Например, в феврале путепровод был готов на 68%. Претензий по качеству у строительного контроля к работам не было. Согласно технологии, покрытие путепровода многослойное. Выравнивающий асфальт, гидроизоляция и сверху уже асфальтобетон. Барьерные ограждения есть и по бокам, и в центре. На время строительства была обустроена временная объездная дорога. Техническое движение открыли, чтобы завершить работы. Длина объекта составит 1,3 км. Путепровод будет освещен. Движение будет осуществляться в две полосы. Накануне асфальтировали подъезды к переправе. Сейчас рабочие подготавливают опоры под дорожные знаки. Изначально официальное открытие движения по новому путепроводу было намечено на третий квартал этого года. Уже конец ноября. Стоимость проекта – более миллиарда рублей. Марина Зейна, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». Пожарные помогли автомобилисту, машина которого перевернулась на трассе. По пути с одной аварии спасатели стали свидетелями другой. В четверг в 11-м часу утра пожарные первой пожарно-спасательной части города Иваново выезжали на дорожно-транспортное происшествие, которое случилось на трассе Иваново-Родники. Когда спасатели ехали назад, они заметили в Квете лежащий на боку автомобиль «Хиндай Солярис». Из машины выбирали женщина и мужчина. Было принято решение остановиться и помочь. Девушку-мужчину отправили греться в пожарный автомобиль, а сами поставили машину на колеса и аккуратно вытащили на трассу. Уточнили у водителя с пассажиром о травмах. Травм не было. Было принято решение не оставлять людей в такой мороз одних. Успешно с помощью троса достали легковой автомобиль из Квета. Более 360 миллионов рублей получила в этом году Ивановская область на развитие сельских территорий по программе Минсельхоза. К сегодняшнему дню все запланированное сделано. В частности, отремонтированы два участка дорог в Гаврилово-Пасадском районе. Они ведут крупным населенным пунктам и сельхозпредприятиям. Из села не подтягивает репортаж Татьяны Прокопенко. Татьяна Геннадьевна Матвеева уроженка села выросла и уехала. 15 лет назад вернулась. И все бы ничего, но разбитая дорога к селу очень портила жизнь. Она уже забылась. Как говорится, ехали, было все. Глядели не куда-то по сторонам, а только на дорогу. Как бы не попасть в яму, в Рыцину. А теперь мы очень благодарны. Едешь, смотришь, направо, налево. С левой стороны наши поля, справа Шекшова. Красота, да и только. Глава поселения вспоминает, давно просили отремонтировать трассу Драйцентра. Жители обратились напрямую к губернатору при случае. Не меньше пяти лет мы отревожим все ниточки, все органы власти, всех помощников, депутатов по нашему округу. Все-таки достучались, помогли, сделали. Люди наши, граждане, просто очень благодарны. Потому что, понимаете, это единственная артерия, связывающая данный населенный пункт нашего поселения с цивилизацией, так скажем. На капитальный ремонт деньги выделило Министерство сельского хозяйства. Не случайно, ведь в Непотягове располагается крупное сельхозпредприятие. Отсутствие нормального транспортного пути тормозило развитие. Директор СПК «Рассвет» не может забыть, с какими сложностями строили в прошлом году вот этот новый животноводческий комплекс. Бетон или какие-то конструкции привозили, и водители просто-напросто отказывались ехать в нашу сторону или просили доплату за то, что у них там повреждения с дисками, с покрышками идет. В этом году, когда они приезжают, говорят, а когда у вас дорогу сделали? Они ждали, что дорога плохая будет, они бац, они потягивали, приехали и не заметили, что дорога плохая. Недавние выпускницы Ивановского сельхозвуза рассказывают, что претензий к быту в селе у них нет, а переезды сюда год назад не жалеют. Тем более работодатель постарался создать все условия. Нам хозяйство предоставляет квартиру на данный момент. Как молодым специалистам строятся дома. И там все пригодно, все обустроено, все хорошо. Я бы не сказала, что это очень сложно. Плюс у нас магазин есть, и от города 8 километров. Ну, Гаврилов посад ближайший. На развитие села государство выделяет деньги в рамках специальной программы. С 2020 года наша область получила на эти цели более миллиарда рублей. В частности, деньги вкладывают и в ремонты сельских дорог. В этом году отремонтирован, сделан капитальный ремонт по двум дорогам. Это Непотягово-Гаврилов посад и Осановица-Загорье. Общая протяженность почти 20 километров. А в целом за 4 года, с 2020 года, по этот год включительно, отремонтировано и создано 38 километров дорог. Программа также предполагает ремонты соцобъектов в сельской местности, выплаты на строительство и покупку жилья, или выпускникам вузов, работающим на предприятиях АПК, субсидии сельхозпроизводителям. Татьяна Прокопенко, Денис Железов, телекомпания Барс. Курьер-пособник мошенников все-таки сядет на скамью подсудимых. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя Москвы. Он обвиняется по статье «Мошенничество, совершенная группа лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину». Вот что рассказывают следователи. В начале марта этого года обвиняемый вступил в сговор с неустановленными лицами. Они планировали похищать денежные средства пенсионеров. Им это удалось. Вот какую преступную схему они провернули. Соучастники «Москвича», так называемые виртуальные мошенники, звонили пожилым жителям Ивановской области и сообщали, что их родственники якобы стали виновниками ДТП. Предлагали разрешить конфликт за определенные суммы. 27-летний обвиняемый в это время находился в нашем регионе и выступал в роли курьера. Очень быстро он приезжал по адресу пенсионеров и забирал у них деньги наличными. Часть похищенных средств он оставлял себе, остальное перечислял на банковские карты и электронные кошельки соучастников. По такой схеме у четырех пожилых женщин были похищены средства на общую сумму более миллиона рублей. В ходе расследования потерпевшим частично возмещен ущерб в сумме 193 тысяч. В ближайшие дни уголовное дело будет направлено в Шуйский городской суд для рассмотрения. На очередном заседании областной думы особую реакцию депутатов вызвал проект закона об организации транспортного обслуживания населения. Документ был разработан Департаментом дорожного хозяйства и транспорта. Вопросов к работе маршруток было много, документ приняли. Об этом репортаж Ирины Афониной. Необходимость вынести изменения в областной закон о работе пассажирского транспорта продиктовала сама жизнь, а точнее, качество оказания услуг по перевозке пассажиров. Содержание документа обширно, тем много. Основная новелла – это установление дополнительных условий, оснований для обращения в суд по отзыву свидетельства у перевозчиков за неоднократные нарушения существенных условий и правил перевозок. В том числе выявленных органами Ространснадзора, либо органами ГИБДД. Нарушения при перевозках пассажиров любой человек, который ездит на маршрутках и автобусах, перечислит, не задумываясь. Проезжают остановки, самовольно меняют маршрут, не выполняют рейсы, создают аварийные ситуации на дорогах и многое-многое другое. Вопрос комплексный, сразу хочу сказать. И дело, наверное, не только нежелание или неумение перевозчиков и водителей хорошо работать. Тут вопросы есть и экономические, и организационные. Несмотря на то, что проблемы обсуждали и продолжают обсуждать на разных уровнях, депутаты воспользовались присутствием чиновника и решили уточнить ряд деталей. Понятно, что вам одним-то сложно справиться, нужно делать средства общественного мнения. И вот такой вопрос. А вы можете озвучить своих верных и эффективных помощников? Идет цикл публичных обсуждений с Народным фронтом, с представителями ветеранских организаций, с студенческим сообществом. Запланированы еще встречи с ТОСами. Не все вопросы касались качества работы пассажирского транспорта. Депутат Павел Смирнов поинтересовался судьбой новых автобусов, которые закупает регион на бюджетные средства. Правительство региона планирует закупить в достаточно большом количестве новые автобусы большей вместимости. И поскольку это бюджетные средства немалые надо тратиться, то в случае их закупки на комбалансе они будут стоять. Интрига так и осталась интригой. Кто хозяин, определят позднее. Однозначно, пообещал Денис Марченко, их будут использовать для перевозки жителей на особо востребованных городских маршрутах. Город не называли. Дмитрий Шелякин напомнил об отсутствии транспорта после восьми вечера. Посетовал на несоблюдение перевозчиками правил дорожного движения и графиков. Как вы оцениваете рынок труда в перевозках с той точки зрения по водителям? То есть есть ли у нас потенциал в регионе и возможность заменить мигрантов нашими водителями? Заместитель директора департамента прокомментировал дефицит водителей в Ивановской области 300 человек. В процессе замены транспорта на более вместительный потребность в водителях снизится. Что же касается мигрантов, если документы в порядке, к ним претензий не будет. Закон работоспособный. Он призван улучшить ситуацию с транспортным обслуживанием, с транспортной безопасностью, повысить безопасность дорожного движения. Закон приняли на один год. Далее его заменят федеральный. Для улучшения качества законотворческой деятельности увеличили число комиссий. Не путать с комитетами. Они действительно нетрадиционно новые комиссии. Сама жизнь нас доставляет их создавать. Дело в том, что в комиссии, в отличие от комитета, входят не только депутаты, а входят представители профессионального сообщества, входят эксперты по той или иной отрасли. Это комиссия по ЖКХ, по строительной и дорожной деятельности, по физкультуре и спорту малым городам. Ирина Афонина, Владимир Хмелев, телекомпания БАРС. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Вот о чем расскажем после нее. Не меньше 200 детей в год принимает областная детская клиника с ожогами. Еще руку проливит горячим чаем. И мне было очень больно. Мы расскажем, как в ожоговом отделении борются за жизни детей с тяжелыми термическими травмами. На улице Иваново на борьбу с сугробами вышли мотоблоки. За час мобильная техника может расчистить до полутора тысяч квадратных метров снега. Вы смотрите программу «Губерния», и мы продолжаем выпуск. Ивановский слон вышел на федеральный уровень. В Сочи свою работу продолжает Третий конгресс молодых ученых в Сириусе. Участники из Ивановской области в научной гостиной МГУ представили просветительский проект «Слон» или «Солярис. Лекция науки». Преподаватели и ученые из нашего региона рассказали участникам конгресса о деталях проекта, о подготовке лекторов и презентации, а также о работе с аудиторией. Напомню, что проект «Слон» – идея ребят из Иваново. Молодые исследователи из разных вузов объединились в рамках консорциума и стали рассказывать о науке и современных разработках простым языком – в формате научных поп-стендапов. Инициативу поддержал губернатор. Лекции могут посетить все желающие. После проведения они появляются в видеоформате в группе проекта. Лекции уже собрали 5 миллионов просмотров. На конгрессе молодые ивановские ученые рассказали о структуре ДНК, пользе и вреде глютена, а также об устойчивости электросетей России и мира. В правительстве отмечают, поддержку проекту выразил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он вместе с замглавой Миноборнауки России побывали на стенде «Слана». Второй год подряд Ивановская область получает рекордный урожай зерна в лидерах Гаврилово-Посадский район. Наша съемочная группа побывала в растеневодческом хозяйстве Родины и узнала, как там оценивают итоги сезона и какова она обратная сторона рекордов. Элеватор забит под завязку. Сейчас идет отгрузка продовольственного зерна на Кенешемский хлебокомбинат. Там его переработают в муку. В этом сезоне на полях хозяйства собрали около 19 тысяч тонн зерновых культур. Десятую часть всего урожая в регионе. Мы получили конкретно растеневодческое хозяйство Родины. Это плюс 6 тысяч тонн в зерне. Это на 40% больше, чем в прошлом году. Не радует только сложившаяся ситуация со стоимостью. Она второй год снижается. И на сегодняшний день это минус 27% к прошлому году. Поэтому здесь радости нет. Но урожай в целом – это единственная отдушина, которую мы получили. Рекордный урожай в регионе собирают второй год подряд. Впрочем, как и в целом по стране. И сложности со сбытом тоже общие. К сожалению, пока цена на зерно невысокая. Поэтому хозяйство пока придерживает в большинстве своем на складах урожай. Но надеюсь, что после Нового года цена все-таки пойдет вверх и будет спрос расти. Хочу сказать, что кроме этого, за весь период этого года было на экспорт отправлено порядка 15 тысяч, 15,5 тысяч тонн зерна из Ивановской области. И в том числе 5 тысяч зерна из урожая этого года уже. Однако экспорт не удерживает цены от снижения. Сформированы большие запасы пшеницы, которые влияют на предложение и спрос. Сейчас у директора родины, как и у его коллег, голова болит о новом сезоне. С весны готовить к нему зернохранилища. Для этого их надо освободить. А вот рост урожайности моркови вызывает здесь радость без примеси горечи. Приобретенная и смонтированная в этом году дождевальная машина, первая такая в регионе, дала хороший результат. И продается овощ хорошо. Мы в планах, наверное, будем расширяться, увеличивать площади по моркови. Мы получили по 2 раза больше урожая, чем планировали. Реализация идет достаточно успешно. Здесь все положительно. Заключены договора с крупными торговыми сетями. Только одно «но» – сложности с закупкой импортных семян. Приобретали их во Франции и Голландии. Качественной альтернативы в России пока нет. На днях нидерландская компания отказала в поставке. Татьяна Прокопенко, Денис Железов, телекомпания «Барс». Вернемся к истории пятилетней давности. Тогда, в сентябре 2018-го, было возбуждено уголовное дело в отношении директора детского оздоровительного лагеря «Радуга» в Вичугском районе. 57-летнюю Марину Козлову обвиняли в незаконном лишении свободы и истязании несовершеннолетних. Сейчас расследование уголовного дела завершено. Напомним эту жуткую историю. По версии следствия, директор незаконно лишила свободы восьмерых воспитанников лагеря. Тогда они приехали по путевкам из детского дома Архангельской области. Женщина помещала детей в специальную комнату без окон – карцер. Запирала их там иногда на пару часов, иногда на несколько суток. И выпускала только для приема пищи и похода в туалет. Вот как об этом рассказывал один из воспитанников. Ты сам сколько раз там был в карцере? Три. Три раза? Первый раз, когда там оказался? Я лежу ко второй смене, а потом еще наставали на третий. Как долго ты там находился? Не знаю, семь дней. Ты выходила вообще за туалет? Так же, по версии следователей, семерых подростков директор систематически избивала и, как сообщает Пресс-служба судов общей юрисдикции, совершала в отношении них иные насильственные действия. Все это продолжалось с июля по август 2018 года. За период предварительного расследования мера пресечения в отношении обвиняемой неоднократно изменялась. Дважды ее задерживали. Сейчас следственные действия окончены. Уголовное дело поступило в Вичугский городской суд. Решается вопрос о дате слушаний. Уже не за горами новогодние рождественские праздники. И это повод подумать не только о том, как их отметить весело, но и безопасно для себя и своих детей. В реанимации областной детской больницы прогнозируют рост поступления юных пациентов с ожогами разной степени. Всего здесь в год лечат около 200 ожоговых травм. И довольно большой процент детей привозят в шоковом и тяжелом состоянии. Какие возможности есть в областной клинике, чтобы помогать маленьким пациентам с такими травмами, расскажет Наталья Сергеева. Шестилетний Марк только утром был переведен в обычную палату. Накануне вечером попал в реанимацию областной детской. Рассказывает, как после чашки чая его привезли на скорой в клинику. Я хочу сделать чай, но разлил горячий чай на себя. Так. Да, хочу сделать чай, но такой вкусный. Было вкусно, но больно, да? Да. И мне было очень больно. Да, расскажи, что ты почувствовал, Марк? Вот ты пролил... Рука болит. Еще руку пролил дозой горячим чаем. И мне было очень больно. Его мама говорит, больно вспоминать, как мальчик закричал и стал стягивать футболку вместе с обожженной кожей. И страшно, что не можешь помочь ребенку облегчить состояние. Полностью на этом месте вообще нет кожи. То есть, вот. Конечно, я ему быстренько сняла, полила водой, вызвала скорую. Нас привезли, конечно, сюда. Сразу же в реанимацию, потому что он был в болевом шоке. Его выводили с шока. Вот. Поражение вот тоже у нас такое, немаленькое. Около 25% детей из общего числа ожоговых ежегодно проходят реанимацию. Сроки их лечения зависят от площади и степени поражения. Но в среднем занимают не один месяц. Раньше таких пациентов приходилось перевозить в федеральные ожоговые центры. С 2021 года детей от рождения и до совершеннолетнего возраста лечат у нас в специальном ожоговом отделении. Оно было оборудовано в рамках проекта «Решаем вместе», который инициировал губернатор. В нашу больницу, областную детскую клиническую, было закуплено довольно большой объем оборудования. Это оборудование для обновленного детского травматологического пункта. Оборудование для эндоскопического отделения, для операционного блока, для рентгеновской службы. И в частности очень дорогостоящие объемные оборудования для ожогового блока, в котором мы сейчас находимся. Ожог считается травмой тяжелой. И при них важно, чтобы пораженная кожа не травмировалась еще и механически. Например, при переноске детей. Оборудование помогает это минимизировать. Эти противоожоговые кровати называются флюидизирующими. В них находится мелкодисперсный песок, который под воздействием воздуха как будто бы бурлит и создается такое очень приятное ощущение невесомости. И поэтому детишки, которые лечатся на этих противоожоговых кроватях, у них как бы снижается болезненное ощущение, и раны заживают гораздо быстрее. Ребенок на вот такой вот подъемнике поднимается. Этот подъемник спокойно двумя пальчиками можно перевести над каталкой, также опустить его и перевести в соседнюю комнату, где у нас находится операционная. В ожоговом блоке своя изолированная вентиляция и своя операционная, чтобы юные пациенты с термическими травмами не пересекались с другими. В операционной под наркозом проводят перевязки. Их у одного ребенка бывает до десятка. Здесь ожоговые хирурги удаляют омертвевшие ткани и делают пересадку кожи. Это у нас роторный дерматом, с помощью которого мы можем производить некроктомию, либо взятие лоскута кожи для дальнейшей его пересадки. Это у нас перфоратор, с помощью которого мы можем увеличить сам лоскут. То есть, например, мы берем незначительный участок, примерно 3 на 3 сантиметра. С помощью данного оборудования мы можем сделать 9 на 9 сантиметров. За последние три месяца в ожоговом блоке вылечили троих малышей от года до трех лет. Здесь спасали жизни пациентов с ожогами до 50% тела и выше. Дмитрий вспоминает одну маленькую девочку, которая получила ожог 45% тела из-за того, что на ней загорелось платье. Из них 30% это был глубокий ожог, который требовал пересадки. Проблема заключалась в том, что это было достаточно все мозаично на коже. И участки, из которых можно было брать кожу, они находились в разных местах. Это затрудняло процесс. Но благодаря этой структуре, которая организована здесь, конечно, девочка спасена достаточно с очень хорошим косметическим эффектом. Счастливых результатов было бы меньше, если бы не комплексная терапия и работа всех служб. Первые сутки за жизнь обожженных детей борются реаниматологи. Выводят из шокового состояния. А уже после того, как жизни пациента ничего не угрожает, и он прооперирован, то следят, чтобы все хорошо прижилось. Это дети, которые требуют комплексной терапии кардиотониками, прессорами, специальными сбалансированными кристаллоидными растворами. Очень большое количество идет компонентов и препаратов крови, антиоксидантной терапии, витаминотерапии. И не учесть какой-либо фактор, это значит подвергнуть риску не только состоянию, но и отдаленные прогнозы у ребенка. Помощь детям с термическими травмами оказывается круглосуточна. Специалисты областной детской прошли обучение в федеральных ожоговых центрах. Всего с 2021 года они спасли жизни 30 юным пациентам с тяжелыми ожогами. Наталья Сергеева, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». Для расчистки тротуаров от снега теперь у ивановских коммунальщиков на вооружении ручные шнекороторы. На улице Иваново вышли сейчас три мотоблока. Еще семь шнекороторов выгнали подряд на организации. Один из таких участков – путепровод на улице Кузнецова. Ручные снегуборщики, поступившие в дорожное городское хозяйство, в комплекте с другой техникой, более компактные и маневренные. У мотоблоков мощные двигатели, и они просты в управлении. Рукоятки снабжены системой обогрева, а металлические лопасти шнека, которыми оборудована каждая машина, способны срезать даже слежавшийся снег. Ширина уборки шнекороторной машины – полметра. При средней скорости рабочего 3 км в час мобильная техника может расчистить до 1500 квадратных метров с учетом времени на повороты и переходы через проезжую часть. Это ручные шнекороторы, которые используются для уборки тротуаров, где невозможна механизированная уборка и противогололедная обработка. К сожалению, таких тротуаров в Иванове немало. Мы туда направляем либо бригаду ручного труда, либо теперь у нас появилась возможность пользоваться ручными мотоблоками. Они достаточно производительные. Например, за час он может раскидать снега примерно до 110 кубометров. Теперь расскажем, какую погоду обещают синоптики на ближайшие сутки. Внимание, внимание! Еще одна замечательная акция для посетителей текстильного центра Рио. При совершении покупок от 1000 рублей вы можете обменять свои старые полотенца на новые махровые. Все очень просто. Просто приходите, просто обменяем. На инфоцентре Рио. В пятницу в регионе нас ждет пасмурная погода и снег. Температура воздуха днем минус 5-7 градусов. Ветер южно 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 88%. Выходные дни, по прогнозам синоптиков, еще немного похолодает. Временами, возможно, кратковременные осадки. Сразу после новостей объявления в городской хронике. Интересные истории, видео и фото вы можете присылать на наши редакционные мессенджеры. Это Вайбер и Телеграм, номер на экране. Присылайте свои темы через сайт Иванова Ньюс или звоните на горячую линию 58-77-77. Я с вами прощаюсь и желаю удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова